здравствуйте в прямом эфире программа актуальное интервью городской округ пушкинский в четверке лидеров по зимнему содержанию дорог по итогам новогодних каникул как этого удалось достичь а также о том какие новые требования разработаны в подмосковье по зимней уборке дорог сегодня поговорим с нашим гостем заместителем главы администрации к вам очень добрый вечер да да вот расскажите пожалуйста как все таки удалось достичь таких результатов что наш округ вошел четверку лучших ну да действительно результаты есть результат есть положительный хорошая динамика потому что мы всегда сравниваем себя неделя к неделе к месяц к месяцу году году но я бы не стал так скажем громко зацикливать на этом внимание потому что четвертое место 1000 не первое место и по нашим меркам мы еще понимаю что он есть к чему стремиться есть чему расти мы знаем где нужно еще выпад так скажем подтянуть усовершенствовать поэтому четвертое место есть сейчас новогодние праздники будем стараться соответственно из месяца к месяцу из года в год наращивать наши темпы улучшать качество чтобы так скажем попасть уже в тройку лидеров а то может быть дай бог и стать лидером тем более с нашим головой, я так понимаю, по-другому у нас не получится. Ну, как удалось всё-таки перестраиваться так быстро, потому что погода была неустойчивой от аномально тёплой погоды до аномальных холодов, на самом деле. Как вот удалось? Здесь, конечно, влияют несколько факторов. Мы начали более, так скажем, знаете, как бывает в народе говорят, коммунальщики не были готовы к зиме. И над этим все смеются. Вот чтобы у нас такой ситуации не возникало, мы минимум там уже там за несколько дней или за неделю постоянно анализируем прогноз погоды во всех источниках, потому что айфон может показать одно, Яндекс показать другое. Мы всегда смотрим несколько источников погоды и готовимся заранее, чтобы такой ситуации смешной не получалось. В чём заключается подготовка? Мы стали более подходить ответственно к выводу определённому виду техники. То есть мы раньше выводили, к примеру, вот есть техника, у нас там, к примеру, 10 единиц снег, всё, все 10 единиц поехали на линию. Кто там что делает? Кто ковшом гребёт, кто там отвалом, кто щёткой. Сейчас мы сделали чёткое для себя распределение. Если у нас идёт снегопад, выезжает одна категория техники. Если у нас там идёт температурный режим перепад через ноль, как говорится, да, когда могут там заморозки, оттепель и так далее играется, то мы отправляем там иную виду техники, там, пескачи и так далее, которые забрасывают противоголедные материалы. Вот, так скажем, мы начали более эффективно использовать технику и людской ресурс. Вот. Плюсы здесь также хочу отметить и сказать большое спасибо нашему главе городского округа за, так скажем, новогодний подарок, который нам преподнёс. Я думаю, многие, наверное, уже это видели в новостях. Подарил нашим муниципальным казённым учреждениям, которые как раз занимаются уборкой, 33 единицы техники. Это было вот в конце декабря мы получали 30-го числа. И сейчас ещё поставки планируются в январе-феврале, ещё порядка 25 единиц техники, тоже снегоуборочных. Соответственно, мы понимаем то, что 58-60 новых машин, да, это трактора, у нас мини-погрузчики. Это не то, что большая, это огромная поддержка. Вот. Это уже, так скажем, есть мотивация стремиться с четвёртого места на первое. Максим Вячеславович, расскажите, пожалуйста, как осуществляется контроль за уборкой территории и кто отвечает за конкретные участки? Потому что мы знаем, что округ большой, есть муниципальные дороги, областные. Кто отвечает конкретно за каждый участок? Ну, у нас уже, так скажем, сложилась давняя история. Каждая территория городского округа Пушкинский, большого, поделена на поселения, на участки определенные, поделена на... Это среди наших муниципальных казённых учреждений, что касается муниципальных дорог. Региональные дороги нас обслуживает, как правило, это Мосавтодор. У Мосавтодора также есть два подрядчика, с которыми у нас налажены контакты. У нас есть общие группы, чаты, где мы постоянно запрашиваем ту или иную информацию, фото, видео, подтверждение, запрашиваем информацию о выходе техники ночной, дневной. То есть, несмотря на то, что дорога региональная, мы всё равно ведём пристальный контроль и внимание за выходом их техники, их людей, качеством их работы. Это требуется у нас, Максим Валерьевич. Как осуществляется контроль? Ясно же, что не только администрация. Контроль осуществляется у нас несколькими, так скажем, методиками. Это программа, это есть у нас СКПДИ, разработанная областью, где мы автоматизированно смотрим, каждый исполнитель там отчитывается, у него есть ГЛОНАСС на технике стоит, мы всегда в режиме онлайн видим, какие трактора, по какому маршруту едут, сколько часов они там заведены, сколько часов они работают, какая протяжённость, которую они проехали и так далее. Соответственно, есть инспектора, есть инспектора как в администрации, есть инспектора в Главном управлении содержания территории в ГУСТе, которые на ежедневной основе, постоянно тоже на территории контролируют и выход техники, и качество уборки и так далее. Также есть такая служба, называется СИД, это служба инспектирования дорог, это от Министерства транспорта, которые периодически, там, к примеру, раз в неделю, в две также приезжают в разные города, в том числе в Пушкинске, фиксируют кучу замечаний, которые находят, да, там, здесь снег убрать, здесь яму подлатать, здесь знак поправить, и дают нам определённое там количество времени, небольшого, к сожалению, на их устранение. Поэтому, в принципе, со всех возможных и курирующих министерств, и надзорных органов, и наши внутренние проверки, они проводятся. Плюс есть такое нововведение, так скажем, сейчас же век высоких технологий, как говорят, ГУСТ запустил машину, которая оснащена искусственным интеллектом. То есть машина, она оборудована по кругу несколькими камерами кругового обзора. Когда она заезжает в город, включает определённую программу, эти камеры начинают автоматически считывать замечания в виде яма на дороге, мусор на дороге, мусор на тротуаре, там, грязная остановка, переполненная урна, граффити на фасаде, кривой знак, граффити на знаке, и так далее, и так далее. И вот сейчас это, грубо говоря, вот с этого периода, с этого летнего периода, данную машину запустили, и она сейчас в тестовом режиме работает. В принципе, я думаю, её скоро, наверное, доработают до конца, больше программного обеспечения зальют вот этих дефектов, которые она может быть выявлять, и вот будет ещё на постоянной основе, я думаю, работать искусственный интеллект в этом направлении. Действительно, со всех сторон контроль осуществляется. Как я упоминала в начале, разработаны новые требования к зимнему содержанию дорог. Расскажите, пожалуйста, что это за требования? Ну, в основном требования, как я уже ранее отметил, заключаются в эффективном использовании техники, чтобы под конкретные погодные условия выходила конкретная техника с определённым оборудованием, чтобы не использовать, не задействовать технику, которая, так скажем, в определённую погоду не нужна. Это первый момент. Второй момент – усилили контроль над выходом техники в снегопады. То есть сейчас чётко каждое предприятие муниципальное, там и не муниципальное, в виде частных УК, которые занимаются содержанием территории, должны по регламенту. Пошёл снегопад ночью в 5 утра, не позже, раньше можно, но не позже, выходить на объекты свои. Контроль, администрация, контроль, главное правильное содержание территории. Выезжаю я, выезжает начальник нашего территориального ГУСТа, мы приезжаем, выборишь на ту или иную базу и смотрим, как в 5 утра начальник там гаража или директор предприятия выпускает технику на линию, проверяем, как раз по назначению она выезжает или не по назначению и так далее. То есть по сути основное – это контроль выпуска техники, контроль выхода людей. И за ними уже следить в системе ГЛОНАСС в течение всего дня, чтобы техника не получила, что она выехала, мы уехали, она приехала обратно в гараж и стоит на месте. И продолжая тему, вы уже упомянули о том, что в 5 утра сначала снегопады, техника должна выходить. Расскажите, пожалуйста, какие территории в первую очередь все-таки убирают после начала снегопада и дальше по очереди? Ну, есть, конечно, приоритет, без этого никуда не деться. В основном, если мы берем сами дороги, то есть у нас категорийность дорог. Первые дороги попадают, ну, я думаю, все прекрасно понимают, где у нас наибольший трафик автомобилей, где у нас наибольший трафик пешеходов из тротуара вдоль этих дорог. Так скажем, места наибольшего скопления людей – это автобусные остановки, они должны убираться сразу в ранние-ранние часы, грубо говоря, мы же их с ночи начинаем убирать, запускаем бригады, потому что мы прекрасно понимаем, что есть люди, которые на работу выходят в 6 утра, есть в 7, есть в 8 и стоять на остановке, там, по щиколотку в снегу и ждать автобус не каждому комфортно. Поэтому приоритет – это дороги наибольшего трафика, это автобусные остановки, это подходы к ЖД-станциям, это подходы к нашему там автовокзалу. Если мы берем с вами дворовые территории, то здесь у нас, соответственно, акцент первый – это входная группа, как и житель только открыл двери с подъезда. Далее у нас это идет пешеходный тротуар вдоль дома. Потом уже в третью, так скажем, стадию убирается проезд вдоль дома, потому что пешеходу все-таки сложнее пройти по снегу, чем автомобилю. И уже, так скажем, оставляют напоследок, в последнюю очередь, начинают убирать детские игровые площадки после снегопада и парковочные карманы. Спасибо большое, потому что жителям действительно эта информация очень важна. Зачастую споры случаются, на самом деле. Ну, есть такие, зачастую, да, споры и по обращениям приходят к нам в администрацию, что вот я там проснулся, вышел на работу, парковочное место не очищено, не могу выехать. Но нужно понимать, прошел снегопад или он еще идет, приоритет – это входные группы, это тротуары, это сначала обеспечить доступность пешеходов, чтобы они и к машине могли подойти, и выйти со двора, пойти на автобусную остановку и так далее. И только потом, да, мы, конечно, приступим к парковочным карманам, про них не забудем. Спасибо большое за разъяснение. Максим Вячеславович, расскажите, пожалуйста, вот по итогам новогодних каникул, какое из муниципальных казенных учреждений, занимающихся как раз зимней уборкой, справилось лучше всего? Кого можно отметить? Ну, мы, в принципе, не только в зимнюю уборку, мы на постоянной основе с головой рейтингуем наших директоров, чтобы, да, грубо говоря, составлять им какую-то мотивацию, составлять какую-то конкурентность между ними, тогда будет расти качество. Конечно, в новогодние праздники, в принципе, наверное, в целом, так скажем, ну, отметить можно лучше отрабатывать тот, у кого все-таки наибольшее количество ресурсов имеется, количество техники, количество людей. Все прекрасно знаем, что у нас большое есть предприятие на территории города, это МКУ «Пожгорхоз», который работает и на территории Пушкина, и, так скажем, грубо говоря, подразделения на территории Вантеевки. Вот, наверное, «Пожгорхоз», ну, мы отмечаем, так скажем, с наилучшими показателями, но, опять же, я говорю, надо учитывать, что и количество техники людей у них также больше всего. Ну, будем надеяться, что и другие учреждения подтянутся, потому что техника, я так полагаю, всем перепадет, поэтому, чтобы, как говорил глава у нас, на вручении техники, чтобы даже отдаленной территории чувствовать себя, конечно, комфортно. Да, мы предусмотрели по поручению главы технику, эту распределяем не только на центральные, так скажем, МКУшки, которые у нас обслуживают Ивантеевку, Пушкин и Красноармейск, но и обязательно мы сделали распределение по одной, по две единицы техники во все поселения, будь то там Софрина, будь то Царёва, будь то Ашукино, Зеленоградский, то есть всем по единице, две, там кому-то и три обязательно достанутся. Распределение такое есть. На самом деле, новогодний подарок для всех жителей округа. Максим Вячеславович, ну, в завершении нашего разговора какие выводы можно сделать по работе наших коммунальных служб в зимние праздники? Что хотелось бы, может быть, подтянуть? Ну, здесь в новогодние праздники правильно было, так скажем, поручения главы мы разрабатывали график дежурств не только по директору предприятия или по заместителю, мы составляли график до, так скажем, по иерархии до исполнителя. То есть у нас был дежурный, допустим, директор либо заместитель, у нас был дежурный главный инженер, допустим, или начальник автоколонны, и был дежурный исполнитель, который сидел ежедневно, сегодня там Бася, завтра Петя и так далее, который ежедневно смотрел поступающие обращения через все возможные источники, это соцсети, обращения там через Доброделы и так далее, ЕДДС, чтобы мы могли в режим онлайн каждый день мониторить, откуда идет всплеск обращений, куда нам надо направить наше внимание, чтобы ничего не упустить. Вот, также мы делали график дежурства, такой же по администрации, то есть мало того, что дежурят заместители, да, это положено обязательно на случай ЧП, также у нас дежурили в каждом управлении, и отдел дорог, и отдел благоустройства всегда был дежурный, который тоже занимался мониторингом обращений, и который занимался координацией действий уже предприятий. Ну, так эффективная система была настроена. Отсюда, грубо говоря, появляется эффективность. Но напомню и повторюсь, мы на этом не зациклим внимание, потому что есть еще куда расти, и мы понимаем, что, грубо говоря, этот показатель сегодня такой, завтра он может измениться как в худшую, так и в лучшую сторону. Поэтому будем стремиться к лучшему дальше. Что ж, спасибо большое, Максим Вячеславович, за то, что рассказали нам, как отработали службы в новогодние праздники. Удачи вам в вашем направлении, действительно, это большой труд. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. А я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был заместитель главы администрации городского округа Пушкинский Максим Вячеславович Прибытков. Спасибо, что были с нами. Увидимся. 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 Увидимся.